МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, когда требуется донор костного мозга, а кандидата не находится. С такой проблемой часто сталкиваются пациенты с таким диагнозом, как лейкоз. А пересадка костного мозга – это один из эффективных способов лечения. Но подобрать донора в России не так-то и просто. Часто берут родственников, но не всегда они подходят. А потому началась активная работа по формированию реестра доноров, потенциальных доноров костного мозга. Кто годен и как им стать, сегодня расскажут гости в студии. Это врач-гематолог Ирина Владимировна Медведева, Николай Владимирович Доболев, заместитель главного врача станции переливания крови Тверской, и Артем Алискеров, тверской спортсмен, который в свое время столкнулся с аналогичной проблемой. Напомню, что в минувшие выходные в Твери прошел фестиваль «Площадь добра». Ежегодный фестиваль, который проводится из года в год. Каждый тверичанин мог поучаствовать в качестве благотворителя, помочь животным или пожарить продукты, вещи. Но также в этом году он получил возможность встать в регистр доноров костного мозга, в российский регистр. В Твери стояла передвижная лаборатория, где любой тверичанин мог сдать кровь на типирование, и, соответственно, его данные вносят в базу данных. И хочу отметить, что приняло участие в нем около ста человек. Вообще, в обычной жизни кровь на типирование на то, чтобы стать потенциальным донором костного мозга, можно сдать на Тверской станции переливания крови. Николай Владимирович, расскажите, кто вообще, в принципе, годен, и почему у нас так строго, что кровь, если брать государственное учреждение, то берет станция переливания крови. И почему только у проверенных доноров? Ну, дело в том, что стать не только донором крови, но и костного мозга должен человек физически здоровым и в соматическом состоянии нормальным. Когда он проходит, даже независимо от, в реестр попадет он для донора костного мозга, обычную процедуру, это как забор крови, он должен, соответственно, той инструкции, которая у нас имеется в Минздравии. И там в ней сказано, какие отводы, временные или постоянные, в ней все прописано. Поэтому отбор проходится очень серьезный, и лабораторный, и при осмотре доктора в донорском отделении. А почему донор должен быть здоровым? Это очень просто, потому что он помогает больному человеку. Ну, чтобы не навредить себе, конечно. Да, да. И не только он помогает, но иногда это вопрос жизни и смерти. Ну, надо отметить, что таких опытных доноров у нас не так уж и много. Ну, если брать, сопоставить с общим населением. Ну, вы знаете, для нас эта работа, она новая. Мы участвуем в таком, как бы, на этапе простом. То есть мы формируем реестр доноров. Выбираем, то есть выбираем мы из доноров крови, кто дает свое согласие, вступить в этот, записаться в этот реестр. Мы работаем на договорной основе с НИИ гематологии переливания крови Кириллского института. Мы берем пробирочку, 4-5 миллилитров, так, у донора, который согласился в этот реестр записаться. И направляем, замораживаем и направляем в институт уже дальнейшего обследования. Они подбор уже на иммунной основе там подбирают. Это мы, у нас процедура, в отличие от гематологов, она самая такая, можно сказать, простая. Надо отметить, что резус-фактор и группа крови не имеют значения. Нет, нет. Это иммунная система только играет в роли. Но будет интересовать какой-то участок, чем же ДНК. Правильно я понимаю? Что? Что интересует специалистов какой-то участок ДНК же, правильно? Чтобы подошел к рецепиенту данный материал. Ну, на это уже более подробно и грамотно ответит коллега, который уже гематолог. Это уже иммунная система затрагивается и все прочее. Ирина Владимировна, расскажите, что же все-таки важно в этой анализе? После того, как забрали, отправили в федеральный центр или в центр, который занимается трансплантацией, там происходит типирование крови доноров по Эшеля-системе. То есть определяют антигены гистосовместимости. Этих антигенов гистосовместимости два типа, первого и второго классов. У доноров первоначально, потенциальных, вернее, доноров первоначально определяют первый тип антигенов гистосовместимости. И затем уже на этом первом типе гистосовместимости уже подбирают рецепиенту донора. Если донор затем соглашается стать уже не потенциальным, а настоящим донором для человека, которому нужна трансплантация, тогда его уже более глубоко обследуют в том же федеральном центре. И уже тогда определяются антигены второго типа. То есть действительно это очень тонкое, глубокое, молекулярное, тонкое исследование, которое может выполнить только федеральные центры. То есть даже если говорить, чтобы сделать это в Твери, это просто будет экономически невыгодно области. То есть действительно нам проще быть таким звеном. Забрать, отправить, и там уже запустят все в систему. Ирина Владимировна, а при каких заболеваниях используется такой метод, как пересадка костного мозга? А вы знаете, достаточно большая группа заболеваний. Не только лейкоз? Не только лейкоз. И даже не только гематология. Это используется и в онкологии, кстати, при солидных опухолях. Это в гематологии используется при лейкозах, конечно. Это в гематологии используется при множественной миеломе. Это тоже раздел онкогематологии. Это лимфомы. Это хронический миелоидный лейкоз. Если нет эффекта от стандартных курсов лечения, реже это хронический лимфоцитарный ликоз. Это пока еще в стадии эксперимента. Также трансплантацию из онкогематологии производят при мелодиспластических синдромах. В то же время и при некоторых аутоиммунных заболеваниях тоже возможна трансплантация костного мозга. Но это тоже очень маленькая группа людей. Конечно, основная масса это острые ликозы, миелома, лимфома. Это основная группа пациентов. То есть пересадка костного мозга может дать хороший результат, что человек поправится или войдет в ремиссию. Как это правильно? Да. При острых ликозах действительно это шанс на выздоровление. Конечно, мы сначала проводим курсы химиотерапии. То есть не сразу всех пациентов с теми же острыми ликозами берут на трансплантацию. Вот, например, пациенты с острым лимфобластным ликозом, они лечатся, проходят всю программу, которая необходима. Да, там 2,5 года в среднем лечения. И сразу на трансплантацию берутся только те пациенты, вот, допустим, с острым лимфобластным ликозом, у которых есть факторы риска. И мы понимаем, допустим, что программа будет неэффективна. И тогда мы берем их сразу на трансплантацию. Острые милоидные ликозы здесь несколько хуже ситуация, потому что при острых милоидных ликозах ремиссия, а соответственное выздоровление, они реже. И здесь, конечно, рекомендуется чаще брать пациентов, но, опять же, существуют определенные правила отбора, группы риска. В общем, там много таких факторов, на которые необходимо обращать внимание. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Напомню, что тема сегодня – развитие донорства костного мозга. Артем, вы как человек, который перенесли это заболевание, вы с ним боролись более двух с половиной лет. Расскажите немного свою историю. Да, на самом деле, я не столкнулся с пересадкой. Как сказала Ирина Владимировна, у меня острый лимфобластный ликоз, который у детей благоприятный, назовем его так. И два года, семь месяцев я просто был на химиотерапии. Вот первое время на высокодозной, и потом уже на поддержке был два года. Но я бы хотел больше тронуть тему того, что есть гематология, есть станция переливания. Есть, условно, я, я не разбираюсь особо в нюансах, за информационное поле. Самая главная проблема в том, что многие люди даже хотят стать донорами, но они не понимают, насколько осознанно нужно к этому подойти. И если на станции переливания практически каждый донор, он качественный, то в частных историях, да, когда люди приходят с улицы, процент от именно качества, он падает, ну, в связи с вопросами по здоровью, также там какие-то хронические заболевания, о которых люди даже не подозревают. Понятно, что там элементарно спрашивают, спит, ВИЧ, гепатит, у меня этого нету, я готов. Но там еще очень много подводных камней, которые, если государство обследует, это дорогие обследования, и выявляется, что человек не подходит. И не подходит, на самом деле, даже не в 30% случаев, а больше, гораздо больше. Но в любом случае, я считаю, что это информационное поле нужно наполнять, нужно людям говорить о том, что это не страшно, потому что после того, как люди слышат еще донорство костного мозга, они думают, что это какая-то пункция, что это там что-то страшное. Сейчас, благо, есть там две манипуляции, это стазовые кости и свены непосредственно, только процедура подлительная по времени. А так, мне кажется, главная проблема не в том, как пересадить, а найти именно вот этого потенциального донора, чтобы он к кому-то подошел. Потому что у меня в палате же лежал Саид, которому было 19 лет, ему просто по всему миру не нашелся донор. Но ему необходима была пересадка. Ну да, у него был мелобластный ликоз, и я понял, чем я буду заниматься по жизни благодаря вот этому случаю. Ирина Вадимовна, расскажите о самих манипуляциях, о которых говорил Артем. Это манипуляция с тазобедренной костью, да, и также это процедура, похожая на забор крови. Да, действительно, сейчас существуют две методики забора клеток крови для трансплантации. Первая – это забор костного мозга из подвздошных костей. То есть в простонародье – это кости таза. В костях таза существуют задние бугры, под наркозом донору делается прокол специальной иглой и забирается костный мозг на исследование. Ой, костный мозг уже для трансплантации, здесь уже не на исследование, здесь уже донор согласился, да, и мы уже берем у него костный мозг. Для донора эта процедура безопасна. То есть здесь никакого риска нет. Говорят, что это очень больно. Это наркоз. А после того, как наркоз проходит? Нет, после наркоза, когда выходит, это небольшая, так скажем, знаете, небольшая чувствительность, небольшая болезненность в заднем бугре, который очень быстро проходит. Но может быть, еще будет небольшой косметический дефект в виде небольшой гематомки в этом месте. Вот, это быстро разрывает. Мы же делаем трепанобиопсии нашим пациентам, как диагностический метод исследования, допустим, ставим некоторые диагнозы. Мы вообще эту процедуру под местной анестезией проводим. То есть вот для доноров от наркоз, потому что забирается достаточный объем костного мозга, чтобы хватило для трансплантации. А мы нашим пациентам просто под местной анестезией, они встали и пошли совершенно в палату и ведут нормальный образ жизни. То есть это вот совершенно безвредная процедура. Средняя продолжительность, вот если у донора забирают под наркозом, он находится 30-40 минут. То есть это довольно быстро? Это достаточно быстро. Вторая процедура забора от клеток костного мозга, это действительно по принципу, как бы, забирают как кровь, вот когда заготовка крови происходит, как тромбоциты. Вот по длительности, это 4-5 часов, пациенту берут кровь. А много берут? Забирают, значит, такое количество, чтобы клеток костного мозга было 200-250 миллилитров. То есть им какой-то препарат вводят еще? Значит, да, на протяжении 5 дней перед процедурой всем донорам, которые вот согласились именно на эту методику, им вводят стимулятор лейкопоэза, это филграстим или аналогичные им препараты. Вот, и затем уже там, да, на 6-й день получается, пациента подключают к аппарату, забирают кровь, пропускают ее через центрифугу, необходимые клетки забирают, а остальную через другую вену возвращают опять донору. То есть у него часть крови-то возвращается, и полностью-то костный мозг у него в течение трех недель восстанавливается. Вообще от донора берут только 5% вот этих стволовых кроветворных клеток, то есть это очень маленький процент, только 5%. Эти клеточки потом сами быстро восстанавливаются, и опять же это у здорового человека, да. И это совершенно безвредно. То есть здесь в одном случае ему только под наркозом 40 минут, да, и небольшая болезненность, а здесь, ну, 4-5 часов просто полежать, посмотреть телевизор или послушать аудио книгу. А вот эти, сами препараты, которые вводят, да, чтобы нужные клетки активировать, сами вот эти препараты могут какую-то побочку вызывать? Нет, нет. Они просто стволовые клетки. Это совершенно, вот эти препараты, они совершенно, скажем, безобидны для донора. То есть они никаких вот таких побочных серьезных эффектов не имеют, даже и несерьезных. Это просто вот чтобы вышли клетки, чтобы их можно было забрать в достаточном объеме. Потому что если не происходит стимуляция костного мозга, клетки не выйдут, и вся процедура, она будет, ну, просто безрезультатна. А у нас проводят, я так понимаю, что либо в таком виде, либо в таком. Это все выбор за донором, я так понимаю. В принципе, да. То есть противопоказания ни к одному, ни к другому, как бы, как таковых, ну, кроме заболеваний? Нет, противопоказания есть к донорству. К донорству. К донорству. То есть человек не может стать донором в силу определенных обстоятельств. А здесь нет, вот по этой методике нет. А в России чаще всего какую используют методику? Или мне... Вы знаете, вот здесь я, мне сложно сказать, какую методику чаще используют, потому что наше гематологическое отделение не занимается трансплантацией. Вот, не могу сказать, на самом деле. А где у нас занимаются трансплантации тогда? Вот такой вопрос, наверное. Ну, у нас занимаются активно Москва, у нас занимается Питер, у нас занимается Киров. Вот, то есть, ну, это те центры, с которыми, вот, действительно, мы сотрудничаем и направляем пациентов в федеральные центры. Я знаю, что в свое время занимался Ярославль, сейчас не могу сказать. Вот, наверное, уже сейчас они не занимаются, но одно время они пытались, по крайней мере, хотели заниматься трансплантацией. А так, да, большие федеральные центры. Москва, Питер и вот Киров. Николай Владимирович, кому точно стоит отказаться от донорства, да, и даже не идти становиться в регистр, при каких заболеваниях? Ну, во-первых, те заболевания, которые передаются, инфекционные заболевания, которые передаются через кровь. Это основной. Спит, гепатит, ВИЧ? Спит, гепатит, ВИЧ, сифилис. Вот, и даже перед кроводачей, перед кроводачей донор заполняет анкету, в которой он клятвенно обещает, что он неволен. Такими-то, такими-то инфекционными заболеваниями. Но мы же им не верим, мы все равно проверяем. А потом удивляемся. Обязательно проверяем, конечно. Если что, да. И кровь, которую мы берем, да, она проходит тщательнейший анализ. И до тех пор, пока не будут результаты отрицательные во всех отношениях, до тех пор в лечебные учреждения наши продукции не поступают. А что касаемо других хронических заболеваний? Например, сахарный диабет. Это довольно частое в наше время заболевание. Человек должен быть соматически здоров. Любые заболевания, а если хронические, то являются отводом. То есть, противополным отводом. Если существует этот перечень инструкции, да, те, по которым временные отводы и уже постоянные отводы. Допустим, у дамы происходят какие-то критические дни. Значит, она уже на определенное время отвод получает. На колку сделал человеку. Шесть месяцев. Вот, шесть месяцев он уже отвод. Потом, после перенесенного заболевания, ну, там, знаете, где-то порядка 140 или там очень много. А если, например, простуда переболел? Вот, ну, простуда, это тоже отвод временный пока. Две недели или все-таки больше, как обычно у нас бывает? Ну, вот, после, это две недели, это отвод после простуда, ну, до месяца, это как, это, вот, после ковида, допустим, до месяца, вот, отвод был. И, понимаете, полностью отвод, это происходит, когда вот у него такие инфекционные заболевания. Это уже полностью отвод. А потом станция переливания крови, она диагноз не ставит. Она не ставит диагноз. Мы просто, есть определенные стандарты, которые указывают на то, предположительно указывают на то или иное заболевание. И если, и тогда дальше, если положительно происходит этот анализ положительный, мы отсылаем уже дальше к специалистам узким. Если, допустим, там, какой-то венерическом сифилис, допустим, мы отправляем в Аваево. Если там подозрение на СПИД, то в центр СПИДа. Если там на гепатиты, то отправляем инфекционисту. А они уже в дальнейшем разбираются, есть этот диагноз или нет. Могут они поставить или нет. Мы диагноза не ставим. А вы знаете, такое еще заболевание монуклеоз. Многие говорят, что после него запретом. Так ли это действительно? Вы знаете, это донорство, это я имею в виду. Мы боремся за качество нашей продукции. Это я обывательски скажу продукции. Но на самом деле, потому что та кровь, в которой поступает, мы забираем ее. Мы ее потом, цельную кровь, мы не переливаем. По компонентам. Не даст соврать коллега, что только по компонентам. Мы ее разделяем. И слава богу, сейчас мы на современном уровне многие вещи делаем. И мы разделяем на компоненты. И поэтому наш основной девиз, это не навредить больному. Не усугубить его состояние. А оказать, можно сказать, стопроцентную помощь. И поэтому у нас барьеры очень строгие. Я ваш вопрос поняла. На самом деле, само заболевание инфекционного монуклеоза не является противопоказанием. Но есть такое понятие, допустим, обследуя донора и реципиента на некоторые инфекции. И если, предположим, донор оказывается отрицательным по цитомегаловирусу, отрицательным по вирусу Эпштейна-Бар, а реципиент при обследовании оказывается положительным, то есть он когда-то перенес, допустим, цитомегаловирусную инфекцию или инфекцию мононуклеоза, который вызывает вирус Эпштейн-Бара, то этому реципиенту он уже не подойдет. То есть они должны оба быть отрицательными. То есть отрицательного реципиента положительного никогда не введут. Только в этом ключе. То есть не в чистом виде противопоказания, но должны быть отрицательные оба. Тогда можно. Можно я вопрос задам, который мне задает постоянно Ирина Владимировна? Смотрите, пожалуйста, по беременности, вот они донорство костного мозга спрашивают постоянно, я не знаю, как правильно ответить, какой срок и почему нельзя. Во время и после. Вот какой срок после. Ну считается, что временный отвод, беременность и грудное вскармливание. Вот только после того, как полностью все эти этапы закончены, только тогда человек, ну вернее женщина-человек, может стать донором. Я думаю, что это связано с теми гормональными изменениями, которые происходят в организме женщины во время беременности и во время кормления. То есть там все равно происходит перестройка, понимаете? А раз происходит перестройка, то это затрагивает многие органы системы, в том числе и клетки костного мозга. И вопрос тогда уже от меня. Почему я не могу быть донором уже? Потому что вы болели. То есть то, что вы... Смотрите, абсолютные противопоказания, помимо ВИЧ, СПИД, сифилис, являются перенесенные ранее заболевания крови, онкогематология, являются злокачественные новообразования, абсолютные противопоказания, туберкулез любой формы, остеомиелит, острый хронический, наличие в анамнезе трансплантации органов и систем. То есть если человек, что-то ему трансплантировано, да, уже нельзя. То есть и там вообще действительно целый большой перечень, если мы сейчас начнем с вами перечислять, нам с вами программы не хватит. То есть условно из-за моей крови там может рецидив случиться? Да, да. И там он обнаружится. Да, да, то есть вы не можете. Понимаете, там, допустим, из сердечно-сосудистых заболеваний гипертоническая болезнь, облитерирующий атеросклероз, это все противопоказания. Заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, бронхоэктотическая болезнь, заболевания печени, помимо гепатитов, это циррозы, это токсические поражения печени. То есть там огромный-огромный перечень, поэтому доноров обследуют очень активно. Там после операции каких-то определенных... После операции, резекция, допустим, там, желудка, резекция кишечника, даже холецистектомия в некоторых случаях, вот, и вообще наличие камней в желчном пузыре тоже является противопоказанием. Это не так просто стать донором, то есть он потенциальным может быть, но настоящим ему нужно постараться. То есть он полностью человек должен быть здоров? Да, на самом деле да. Стеклышко должно быть. А, забыла, наркомания, алкоголизм, это тоже абсолютное противопоказание. Даже если человек, допустим, когда-то очень давно увлекался вот этими пагубнями. Да. То есть спустя даже года. Ну, думаю, что его не возьмут. То есть если это, как бы, вот, он скажет, думаю, что да. Но изменения. Изменения все равно произошли, понимаете? Все равно печень поражена уже, то есть это же не восстанавливается потом. Артем, хотелось бы вам задать вопрос. Вы, как человек, который столкнулись с этой проблемой, много общались с теми, кто борется с заболеваниями, при которых необходима пересадка костного мозга, в частности онкологии или коз. Вот скажите, как люди узнают, да, о том, что такая процедура есть, ее можно сделать вообще в Твери, и как люди отзываются? Много ли вопросов задают, консультируются? Ну, самый главный вопрос, мне кажется, что в последнее время спрашивают про противопоказания. То есть, ну, я как бы выкладываю уже часто вот вам перечень заболеваний, там около за больше ста. Вот, и люди, да, интересуются. Меня удивило, вот, ну, вы также приходили, то, что была очередь. Была очередь, и у нас всего лишь одна медсестра работала, и девчонка, она не успевала воды попить. То есть, достала перчатки новые, новые шприцы, пробирка, и вот она так в нон-стопе проработала. И я думаю, что если бы, условно, была бы еще одна машина, то мы бы собрали там 200 человек, потому что очередь не останавливалась, и мы в 4 часа сказали, все, стоп. И я надеюсь, что мы не будем, как бы, знаете, сосредоточены только на Твери, у нас есть еще огромная область, будем думать, как можно и там захватывать людей. Мне почему-то даже кажется, что именно в области люди покачественнее будут, чем в городе. Но и, опять же, хорошая тенденция, вот мы обсуждали в начале беседы, это возраст. Вот сейчас реально осознанно подходят люди от 28, пускай будет, лет. От 18? Ну да. По инструкции? Нет, это да, по инструкции это да, а по факту и по восприятию мира и мировоззрения. Да, да. Потому что все-таки, если, опять же, брать донорство крови, то здесь, я согласен, с 18 лет, а все-таки про костный мозг это, наверное, осознанно нужно, потому что очень большие затраты идут на типирование, и чтобы человек не потерял к этому интересу спустя 3-5 лет. А вообще еще важно, чтобы донор это довел до конца, потому что когда тебе поступает звонок, да, и говорят, что вы кому-то подошли, многие начинают сомневаться. Кого-то пугает процедуру. Именно в этот момент они начинают сомневаться. Многих пугает сама процедура, потому что у нас в интернете очень много информации, и не всегда она правдива, различные пугалки, что после этой процедуры может какая-то вылезти болячка, что-то обострится, появится какая-то онкология, и все в этом роде. Ну вот за все время всех трансплантаций, один такой случай был, когда девушка сознание потеряла. Ах, но у нее там сахар упал или еще что-то, я не помню эту историю, вот вы рассказывали. Один единственный раз. Никто не умер, ничего не происходило. Сейчас, благо, есть два вида забора крови. И хочется спросить, а каков шанс, что ты кому-то подойдешь? Намного ли он велик? Шанс очень маленький, на самом деле. Вы же знаете, что существует трансплантация родственная и неродственная, и в первую очередь обследуют родственников. Это братья и сестры, даже не мама и папа, именно, а братья и сестры. Именно родные, самое главное. Да, именно родные братья и сестры. И даже они подходят только 25%. То есть четверть. Четверть, да, вот, то есть нужно там определенному количеству, а подойдет только вот 25%. Родители, это вообще, фактически, можно сказать, не вариант. Это гаплоидентичная трансплантация, то есть их рассматривают крайне редко. А вот чтобы говорить, чтобы подошел вот неродственный донор, да, то есть это теперь мы уже рассматриваем, что это неродственная трансплантация, это где-то 1 на 1000. Кто-то пишет 1000, некоторые пишут 1 на 10 тысяч даже. На 10 тысяч, на 10 тысяч, допустим. То есть вот тут, да, вот тут немножко разнится информация. Я больше склоняюсь все-таки 1 на 10 тысяч, что вот подойдет. То есть один вот рецепиент, да, ему где-то вот здесь будут подбирать, где-то из 10 тысяч 1 подойдет. Я тоже к этой статистике ближе. Но все-таки этот шанс есть. Этот шанс? Нет. Безусловно, этот шанс есть. И почему еще, вот я совершенно с Артемом согласна, почему нам нужно развивать свой регистр доноров? У нас очень многонациональная страна. У нас у всех разный генотип. И есть такие национальности у нас, которые нигде в мире не встречаются. И если им понадобится трансплантация этим пациентам, нигде в мире мы не найдем. Поэтому чем больше людей из нашей многонациональной страны будут сдавать свой костный мозг, тем больше шансов, что мы большим людям, россиянам, да, поможем. Потому что вот, говорю, у нас есть очень маленькие народности. Но они тоже могут заболеть. И им тоже понадобится трансплантация. И среди пациентов так же и детки могут быть? И детки, конечно, тоже, да. Ну вот как мне сказали, что вот у нас есть условный чукч, и им подходит только чукч. Вот я вот к этому, да. То есть даже так вот... Да, да. И таких нету больше в мире, понимаете? Да, северные народы, это вообще там их... Их тоже очень мало. Поэтому чем больше будет, и чем разнообразнее будет банк наших доноров костного мозга, тем больше шансов, что помогут большему количеству людей. Эта практика удачно существует за границей, в Европе. У нас-то небольшое число, по-моему, если не ошибаюсь, около 17 тысяч. Но я могу ошибаться. В базе потенциальных доноров. Нет, нет. У нас около, будем так, вот около 150 тысяч, если брать все базы. Сейчас... Общее число. Общее число, да. Не могли найти взаимопонимание с регистрами. И регистры между собой, ну, почему-то соревновали, ну, как конкурировали. А хотя, ну, вот... Делают одно дело. Да, вот этот закон, он правильный. Вот. И поэтому вот история, там, взять Олега Тинькова, да, у него тоже там были планы на свой собственный регистр. Но вот немножко по-другому все пошло. Я считаю, что пошло правильно, потому что все-таки государственные клиники должны видеть всех. Но занимаются этими не только государственные клиники в Твере. Любой может стать потенциальным донором, придя в одну из частных клиник Твери. Всю информацию можно об этом найти в интернете. Все адреса, все названия, и созвониться, записаться. Но самое главное, что эти все пробирки из частных клиник идут в федеральный регистр. То есть в одну компанию, вот, организацию, точнее, которая уже будет обратную связь иметь абсолютно с любой государственной клиникой. И это большой плюс. И которая все это на типы, соответственно, все типирование. Да, все типирование там осуществляется. Все там, все в одном месте. Это так и должно быть. Кто-то кому-то подошел, да, подошел рецепиенту донор. Все вот там посмотрели по этой базе, нашли его контакты, позвонили, и донор вроде бы согласился. Что происходит дальше? Дальше донора, дальше наступает такая система, которая называется активация донора. Вот, в зависимости от того, какой донор иностранный или нет, разная стоимость. Но вот до ковида, там, да, вот, и до событий, которые сейчас происходят, активация иностранного донора стоила 20 тысяч евро. Государству или же все-таки пациенту? Пациенту. Вообще пациенту. Вот, вот, или если он не обращается в благотворительный фонд, либо помогает в благотворительный фонд. Это, если иностранный. Наш, где-то, активация нашего донора стоила где-то в районе 500 тысяч рублей. 700. Ну, где-то 700, 500, вот так вот, тысяч рублей. Что значит активация? Донор соглашается, его вызывают в клинику, в которой будет происходить трансплантация, да, и забирают костный мозг. Вот это называется активация. После этого донор свободен, вот, и там уже дальше занимаются уже с рецепиентом, да, то есть уже костный мозг забран, уже идет подготовка рецепиента. Ему в это время проводятся интенсивные курсы химиотерапии, которые, так если можно грубо сказать, убивают все хорошее и все плохое, да, иммунитет, чтобы полностью все это подавить. То есть, чем интенсивнее будет подавлено, тем больше шансов, что костный мозг донора приживется. Вводится костный мозг внутривенно, ну, через центральный венозный катетер он устанавливается, вводится внутривенно. Говорить о том, получился результат или нет, можно через 100 дней после трансплантации. То есть, через 100 дней уже проводится оценка, прижился костный мозг или нет. Вот, но за это время может произойти вот именно с рецепиентом масса неприятных событий. То есть, донор уже все, донор свободен. А дальше вот уже все ложится на плечи рецепиента. Это инфекционное осложнение, это реакция трансплант против хозяина, это вообще неприживаемость костного мозга. Но это уже, как говорится, вот немножко, скажем, другая история. Многих волнует вопрос, да, в принципе, он логичный. Если, допустим, рецепиент где-нибудь в Новосибирске, то есть, получается, что донор летит туда, или же он улетит в Москву? Но вообще вызывается в ту клинику, в которой будет проводиться трансплантация. То есть, потому что только не все клиники могут производить этот забор, понимаете? Важно же не только забрать костный мозг, но важно его сохранить до того момента. Понимаете, там в некоторых случаях и заморозка его происходит, вот при определенной температуре, определенное хранение должно быть, как любого биологического материала, чтобы он не использовался. То есть, донор вызывается в ту клинику, вот, где будет проводиться трансплантация. Но это может быть другой же город, но его родом. Так это и есть активация донора. Это вот все и входит в стоимость. То есть, донор, получается, не за свой счет? Нет, конечно, нет. Донора за свой счет нет. То есть, он не платит. Ни ему не платят, ни он не платят. На руках его привозят. Вот донорство костного мозга во всем мире, это добровольно. То есть, никаких денег за это донора костного мозга не получают. Это во всем мире так. То есть, человек абсолютно осознанно, добровольно должен на это платить? Абсолютно осознанно, добровольно, да. То есть, ни он не платит. Поэтому он и сложнее считается, в принципе. А по факту много ли все-таки людей, да, понятно, что встать в регистр, это кровь из вены сдать, тебя занесут, проверят. Если по факту-то соглашаются, то уже когда узнают о процедуре, информируют же человека. Многие идут даже сдавать кровь, да, не понимают, что вы должны жить. Да, я даже, я вот возьму на себя этот вопрос. Почему у нас такой маленький регистр? В основном это родственники тех, кто столкнулся. И вот эта цепочка, вот семи рукопожатий, но она не может прям разрастись больше. Надо, чтобы какие-то мероприятия, чтобы об этом вот информировалось, потому что информационное поле, я же говорю, пустое. Тем более в регионах. Да. Понятное дело, что большие города, там как-то все вакцинит. На самом деле, вот что удивительно, вот вы сейчас со мной согласитесь, есть федеральный регистр. Вот у нас там 150 тысяч доноров. И на первом месте Иркутская область, 13,5 тысяч доноров. Ну, никого не смущает Иркутская область. Это не, это прекрасно, но это не город-миллионник даже. Мы, то есть, соответственно, Москва... Там, значит, ведется какая-то активная работа, скорее всего. Да, там прекрасная, вот Зарубин Максим Викторович, или Владимир, вроде бы, занимается, и вот они и спортсменов подключают. То есть, у них прям на пульсе все. Меня больше удивило то, что, почему на первом месте не Москва, а Москвой никто не занимается. То есть, в Москву приезжают, вот даже брать МИЗ гематологии, где лечился, родственники, вот с одного корпуса, где все на лечении, а другой корпус, где трансплантация и так далее, и, соответственно, донора можно стать. И вот оттуда вот прибегают сюда сдать кровь, просят родственников, друзей, и поэтому вот это идет маленькими шажочками. А если еще подключить сюда, условно, там, институты, подключить, ну, там, вузы, подключить спортсменов, подключить спортклубы, подключить военных, там, и так далее, так у нас мы сравняемся очень быстро с Германией. Но это уже... А у нас есть ли сейчас какое-то сообщение с другими странами вообще? Или как-то это все сейчас прекратилось? Ну, есть база общая. Ну, есть база, в которую мы можем выйти, но я не думаю, что сейчас мы... Не знаю, вообще обещали, что медицина не коснется все события, которые происходят в стране, но это только обещали, поэтому не могу сказать. Мы сейчас вот никого не направляли, поэтому вот в последнее время. К счастью. К счастью, да. Поэтому несложно сказать, как это вот... Но мне кажется, что благодаря, может быть, этому у нас и утвердился закон о создании единого федерального, чтобы быстрее все пошло. Ну, у нас тут в Тверской области, наверное, благодаря в том числе вашей активности, да, началась такая активная агитация своего рода. Ну, это капля моря пока что. Но я думаю, что да, нужен пример, чтобы вот пошел дальше. То есть работа должна начаться. Ну, у нас еще, видите, у нас менталитет такой. Вот мы сколько анализировали с Андреем, который со мной лежал, ему две пересадки делали. Я думаю, что люди, которые переболели, слава богу, меня не касается, молчат и все, чтобы никто не сглазил там. Ну, это, к сожалению, есть такая оппозиция. Вот. И она здесь, она работает. Вот реально люди замыкаются и все, пытаются жить дальше и не говорить, не вспоминать. Ну, те, кто живет немножко другими ценностями в минувшие выходные, явно добавили, возможно, добавили в реестр образцов кому-то шансов не только типов, но еще и кому-то шансов выздороветь и выжить. Да, главное, чтобы они были качественными. Здесь важно, чтобы они были качественными. И очень важно здесь не шагнуть назад, когда тебе позвонят и сообщат, что, знаете, вы кому-то подошли. Напомню, что темой дня сегодня стало развитие донорства костного мозга в России, в частности, в Тверской области. И гости сегодня в студии это врач-гематолог Медведева Арина Владимировна, Николай Владимирович Добылев, заместитель главного врача Тверской станции переливания крови. И Артем Алискеров, Тверской спортсмен, который когда-то столкнулся с заболеванием. И сейчас активно агитируют жителей Твери не оставаться в стране к чужой беде. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Валерия Кролёв. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова